всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра я сегодня была в магазине красный карандаш ну и сделала некоторые покупки сейчас вам их покажу к сожалению покупок было не так много как я собиралась сделать нет ну я не то чтобы там собиралась пол магазина скупить но хотела пройтись по акварели я хотела там разную акварель попробовать потому что у меня если брать в кюветках то гамма виста артиста и белые ночи но гамма например у меня лицей у меня все устраивает но хотелось попробовать что-нибудь новенькое я там накидала себя в корзину я знала что ассортимент в каждом магазине разный ну в общем надеялась что в авиапарке о и на новослободской будет но к сожалению ассортимент был на редкость отвратным обслуживание хорошие помогали чем могли но короче ладно сейчас буду показывать что я приобрела я сразу сказала что хочу значит санет ладога потом что я хотела еще мунга и потом вот то что там с грануляции подороже так далее вот кстати единственное что было это с грануляции но я как раз таки в этот раз особо прям так не хотела потому что я кинулась в корзину но я не выбрала цвет какой мне хочется там не показали выкрустку но я что-то расстроилась и вот сразу положила перед собой блокнот у меня вообще было три маленькие покупки так уж получилось я шла туда прежде всего за серебряный акварелью но я хотела именно не белые ночи хотела попробовать или санет или мунга взять ни того ни другое санет там был представлен буквально медь еще что-то вот в этом роде и серебра не было мунга по моему только в в этих в тубах или вообще тоже отсутствовало короче мне пришлось взять светлое серебро там был и потемней но мне как конкретно и нужно было светлое серебро я не помню сколько цена была сейчас принципе у меня тут чек сохранился но у меня была скидка 20 процентов ну да но белые ночи они мне посчитали как сто двадцать рубля а скидка 31 рубль вот так что 150 чем-то рублей 153 по моему акварель стоило давайте мы ее сейчас сразу с вами откроем обожаю вот этот момент распаковывать акварели это конечно такая канцелярская вкусняшка творческая прям конфетка одно удовольствие так вот такая вот вкусняшка ну вроде как серебро так необычно конечно отличается от детской акварели ладно мы это обязательно попробуем ну соответственно больше из белых ночей меня ничего не интересовало все что я хотела я приобрела ну и я так посмотрела посмотрела а я я же очень хотела знаете что потестировать пинакс вот прям вы не положь как говорится у них там такие интересные оттенки я изначально хотела думаю хоть одну к ветку возьму а я увидела там такие классные цвета я штук десять в корзину кинула ну как минимум три-четыре точно должна была бы взять прям вот обязательно но к сожалению не было вообще ничего и из кюветок поштучно гамма была старый мастер ну как мне сказали что это по сравнению с лицеем чуть более профессионально но я не знаю я любитель я не рисую я раскрашиваю и гамма лицея меня вполне устраивает никаких опять же интересующих меня цветов особо не было полки полупустые но видимо после праздников ну в общем взяла зеленую темную green deep сейчас тоже с вами откроем ну мне просто хотелось именно знаете пополнить коллекцию какими-нибудь интересными оттенками и абсолютно новый для себя акварелью ну что что-то прям вот новенькая конечно жалко я не сфоткала ну вот так вот выглядит сейчас тоже все это выкрасим с вами больше из акварели я ничего для себя не присмотрела это кошмар у меня должно было быть ну ну 10 хотя бы разных цветов это точно причем разные акварели я даже думала что ну если из того что я собиралась из недорогого сегмента брать не будет возьму там дальше подороже познакомлюсь но но то что с грануляции правильно мы там поговорили с продавщицей она тоже сказала что в основном это для акварельной бумаги что она знает кому то удается добиться этой грануляции на обычной бумаги ну ладно так ну и третья моя покупочка была ну решила взять дервент но я взяла в этот раз дервент проколор оттенок grey 25 цвет и тут мы его сразу выкрасим вот дервент проколор у меня еще не было карандаше и у меня есть derwent drawing derwent пастель color soft графитин угольный ну в общем такая подборочка и теперь вот будет проколор очень красивый цвет но тоже выбор был прям малюсенький они мягкие прям очень мягкие классные я довольна я еще посмотрела как они будут как этот карандаш будет дружить с колор софтами там дроингами вроде все в порядке но с колор софтом точно нормально вот стоил он так сейчас скажу карандаш в общем мне он обошелся в 133 рубля а скидка была 32 рубля а гамма 55 рублей я заплатила скидка 14 рублей так что тоже цена вопроса невелика такая вот была моя добыча ладно сейчас достану банку с водой она правда не совсем чистая но ничего страшного это не лучшее место для выкраски потом конечно возьму акварельную бумагу но сейчас просто хочу потестировать просто время позднее мне не терпится и мне не хотелось открывать не на камеру по крайней мере почему я решила в кюветке взять ну чтоб побольше серебра было а то зима то еще длинная много чего захочется пораскрашивать ну надо подождать нет но она блестит хорошо так переливается на камеру все это забивается плюс клетки но я могу сказать что нормально так блестит ладно пусть сохнет вон вот здесь можно нанести кстати тоже прикольно и так ложится хорошо и попробуем тогда зеленую в принципе в зеленых у меня недостатка нет ух ты какой цвет я даже не знаю есть у меня такое или нет прелесть какая мне ну что-то похоже это точно есть но почему-то мне знаете нанесение понравилось вот первое но понятно что это бумага не предназначена для подобного поэтому сразу же все впиталось но цвет очень такой хороший а если вот прям по чуть-чуть брать сразу вот так размыть ну что и вот так вот получается конечно много там я для себя вот у них на сайте нашла интересненького жаль что вот тот магазин который наиболее мне удобен он вот увы не полный ассортимент там к сожалению ну да ладно я в общем рада таким покупочком потом сделаю нормальную выкраску в любом случае я прям довольны ну я там приобрела еще для вязания для вышивания ну не в красном карандаше уже там в леонардо заходила но это я в отдельном видео я здесь ничего мешать не буду сейчас начну что-нибудь раскрашивать выбрать я решила раскраску северная красота она у меня по плану выбрала вот этот вот рисунок тоже очень мне понравился ну и поскольку у меня появился новый карандаш дервент я решила взять еще color soft это у меня c 220 gray lavender ну и попробую их соединить вместе в принципе вот вот здесь мне понравилось как они смотрятся я еще в магазине подумала вытащила этот цвет потестировала и подумала что он наверное будет очень хорош в пару к этому карандашу поэтому ну значит по раскрашиваю я вообще ну конечно немножко расстроилась что получилось немного покупок потому что не всегда я бываю в других магазинах из этой ну как по красный карандаш которые они вроде бы все недалеко но где-то я не бываю какое-то место мне не нравится в принципе и мне не хочется туда ехать ну просто например на таганку мне вообще по идее ближе всего но это достаточно старый район москвы как бы ну такой с историей там очень много церквей всего прочего и меня очень это угнетает вот ну я не люблю там находиться когда у меня мама была еще в больнице я даже ну знаете когда такое случается и в церковь в общем-то зайдешь уже что только не сделаешь и мне как бы воспоминания эти неприятны то есть я никогда подобные места не любила ну как бы как то так в общем сейчас совсем и и поэтому мне туда ехать не хочется даже фаберлик больше там не забираю потому что я понимаю мне аж вот вот неприятно в этом районе прям бежать оттуда хочется до чего не люблю ну вот и конечно я немножко расстроилась но в целом то что я купила вполне меня меня устраивает скидка у меня на все как я уже сказала было 20 процентов а потом я пошла пешочком как всегда до цска зашла в леонардо и в икею и честно скажу я наконец-то решила сегодня как-то вдруг взять и купить себе эту тарелку которую я хотела ну и в общем то в общем то тарелку раскупили я спросила они говорят что у них проблемы с поставками когда будет неизвестно я вообще так расстроилась причем я еще вчера подумала что наверное мне нужна какая-нибудь совсем небольшая огнеупорная посуда потому что ну пеку я в силиконовых формах но у меня есть например ростер и иногда я там что-то разогреваю и ну я подумала что вот хорошо бы туда какое-нибудь такое огнеупорное чтоб стекло было жаропрочное вот у меня есть одна маленькая мисочка но я не могу с точностью сказать что с ней все будет в порядке хотя скорее всего да я припоминаю что мы ее на газ даже ставили что-то готовили ну разогревали короче говоря я там нашла набор он совершенно недорого стоил там триста щенка рублей там вот ну как форма такая вот небольшая длинная и к ней идут еще вот такой высоты небольшие как ну пиалки контейнеры тоже тоже жаропрочные мне понравились я сразу схватила сначала то а еще зацепила по дороге за сто семьдесят девять рублей знаете у них такие есть шторы ну типа как жалюзи но такие дешевые вот а мне просто я уже давно говорила что я хотела здесь вот в этой комнате ну сделать так чтобы свет как можно меньше поступал вот по идее я бы хотела blackout но тогда нужно менять карниз и вешать мне его некому поэтому я пока временю с этим а тут я подумал это все клеится и думаю как хорошо и у и потом я дошла до этих тарелок обнаружила что их нет так расстроилась я вообще просто в таком трансе была короче я все покупки оставила и ушла мне просто вот ну пропало всяческое желание что-либо покупать не знаю я в расстроенных чувствах мне мой друг говорит что кто-то так из-за тарелки расстраиваешься когда ее увидел типа что в ней такого в таких тарелках там ну типа в самолетах еду подают я не знаю в чем там еду подают но тарелка бомбическая она просто просто обалденная вот ну ладно может быть все таки она еще появится в общем это была печаль потом я пошла в леонардо совершенно расстроенная там я стала подбирать по схеме нитки у меня кстати вот я говорила вам в прошлом влоге у меня нитки без номеров это кирова производство но питерские насколько я понимаю ну потому что раньше номера видимо не ставили не знаю как то сейчас конечно уже все более понятно ну я купила 11 30 ну самых цветов там их 60 нужно но у меня что то есть и как бы я просто еще возьму в следующий раз другую схему других ниток там например гамма в общем я покупки покажу потом прошлась по пряже для салфеток у меня просто есть кое-какие идеи но озвучивать я конечно не буду потому что у нас такая тема на ютубе что не успеешь открыть рот чтобы что-то сказать а у тебя уже изо рта это вытащили и опередили вот поэтому хотя это к раскрашиванию отношения не имеет но как мы видим по последним видосам и это не смущает ну мне то без разницы в принципе я вообще сейчас от всего абстрагировалась мне просто даже некогда на все на это обращать внимание без разницы но тем не менее поэтому у меня сейчас вообще относительно творческого ютуба раскрашивательного ютуба лайф влогов относительно всего масса идей которые вообще я осуществляю но я их осуществляю молча за кадром и потом просто нежданчиком уже выложу дабы как-то по-другому не получилось печальненько вот не сказать чтоб что-то оригинальное но тем не менее мне нравится вот это сочетание сейчас думаю может быть я еще какой-то цвет сюда добавлю но пока не решила какой а так мне прям очень нравится прям идеально мне просто сейчас еще нужно творческий влог доснимать а лайфы влог доснимать ну уже тогда спать ложится потому что чтоб все сразу убрать на свои места и завтра начать новый день без всяких долгов да я прям была права когда выбирала вот именно этот цвет но ничего другого там кстати не было как я уже сказала видимо все реально поразбирали к новому году и тоже что и проблема с поставками непонятно я вот конечно побоюсь что появится у них эти тарелки а если все ограничить но с другой стороны кого-нибудь попрошу купит я думаю потому что я тоже всем все покупаю в принципе кто подруги рядом там бывают я думаю проблем не будет что-нибудь придумаем ну и к тому же наверняка если даже ограничить то вход в магазина на выдачу он будет наверняка работать в торговый центр вряд ли закроет вход если что ну потому что там тот же самый ашан выход есть всегда сейчас я еще кое-что покажу ну это прям к раскрашиванию отношения конечно не имеет ну вот сейчас покажу купила я вот такую вот красивую крэп бумагу меня не смутило название вообще ни разу что она когда странно выглядела меня это не смутило я почему-то пожала плечами и все равно думаю что это гофрированная бумага положила ну ладно ее я тоже использую вот мне конечно нужна была для упаковки там разных всякостей именно гофрированная так как она более такая поддается всяким экспериментам но это тоже подойдет ну для чего-нибудь цена вопроса 59 рублей в ашане и я еще купила вот такие сменные блоки по 19 рублей с копейками 50 листов там еще подороже но это даже наверное выгоднее 200 листов было но мне как бы вот этого хватит к тому же у меня где-то еще в запасе лежат вот но это то что как бы здесь уместно показать ну наверное этот влог я буду завершать если видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр желаю здоровья настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи и всем пока пока пока